Что для тебя выставка «Русское нигде», которая открылась 12 февраля здесь, в Триумфе? Миша, привет! Выставка «Русское нигде», которая идет здесь, в галереи Триумф, для меня своеобразное возвращение к темам, которые я начинал в 2014-2015 году. Это внутренняя дегонка, ТЦ, тема, которая посвящена окраинам больших городов, урбанистике, тому, что происходит с нашими городами, как они растут, как они меняются, и к каким-то неуловимым приметам времени. В новом проекте моя точка внимания, может быть, немножко смещается с каких-то предмет времени на предметы безвременных, того, что выглядит как момент стабильности, момент неизменности, неизменности этих пейзажей. Я возвращаюсь к темам через машинное зрение, паблики в соцсетях, типа «Эстетика ебеней», типа «Узкая смерть», «Перезка» в любом городе России, и довольно много. Где меня интересуют, прежде всего, комментарии, комментарии людей, фотографии банальнейших пейзажей, которые они там публикуют. На выставке представлено много текста, как в виде самостоятельных произведений, так и внутри пространства, картины, фоторабот. Какая роль у них в концепции выставки, и почему именно эти слова? Именно эти слова, мне кажется, наиболее характерными. Мне очень интересен взгляд людей, которые ведут эти паблики, которые публикуют в них фотографии, и которые о чем-то спорят. Потому что, мне кажется, в этом есть взгляд людей нового поколения. Поколение людей младше меня, может быть, на 10, 15, 20 лет. И для них советская – это какая-то ушедшая эпоха, и для них есть то, что кто-то сформулировал, как феномен Лапенко. Такое немножко романтизированное представление о прошлом. И вот это, там вот есть у меня фраза «Смесь грусти, ностальгии, романтики и, наверное, безысходности». Вот такие смешанные чувства, которые можно испытать, глядя на окружающие пейзажи. Это понятно и близко и мне, и тем людям, которые мне жили. В те времена, по которым они ностальгируют. То есть, вот такая ностальгия по той эпохе, которую они не застали, мне кажется, это очень интересный феномен. И есть какое-то особое отношение ко времени в этих комментариях. Вот, например, вот эта фраза «Какой год?» и ответ «Это вчера». Ну, вроде бы человек просто пошутил, но в этом есть какой-то глубокий смысл. Вот этот год, который может быть вчера, категория года, которая приправлена к категории дня, это особое отношение ко времени. Время, которое течет немножко другим образом, которое, если не остановилось, то очень сильно замедлилось. И вот эти замедленные такие места, замедленные пейзажи, в которых мало что меняется, мало что происходит, мне стали предметомить моего внимания. Вообще, есть ощущение от пейзажа, что они, в словом, может быть? Да. Здесь есть серия фотографий, в которых я помещаю эти фразы внутрь пейзажа, очень напоминающих те, которые они описывали, или к которым они имели какое-то отношение. Я сделаю эти комментарии светящимися, как светятся буквы на вывесках шиномонтаж, пятерочка, которые можно увидеть в любых пенях, которые четко характеризуют и место, и время, и какое-то ощущение, не место, ощущение не место, ощущение того, что ты находишься в том пространстве, в которое ты приехал не специально. Мы никогда не ездим специально посмотреть на вывески шиномонтажа, не ездим специально посмотреть на какие-нибудь гаражи. Мы проезжаем эти места, не оглядываясь, и даже никогда на них не смотрим. Мы, может быть, смотрим, но не придаем значение того, что мы видим. А это, наверное, 99% того, что нас окружает. Вот эти фразы, которые ты находишь, они же не очень заметны, не очень часто используются, может быть, в жизни, в каких-то пабликах. То есть это такой камерный язык. Когда ты его вносишь в пространство галереи и представляешь как самостоятельное произведение, что происходит вмен с словом? Происходит какое-то переозначение. То есть я вношу это не просто в пространство галереи, а в пространство, которое заполнено моими картинами. Картинами, которые изображают какие-то локации. И получается то, что я бы назвал конфликтом. Конфликт вот этих светящихся букв, какого-то нарочитого, такого агрессивного нарратива. И появляется вот этот эффект конфликта. А какое соотношение у слова и изображения в твоих работах? Что может быть важнее? Ну вот я сказал, да, о конфликте. Мне кажется, что это очень важно противопоставлять одно другому. Вообще слово изображение, они в долгое время жили как означающее и означаемое. Название работы как означающее и картина как означаемое. Вот это отношение, отношение слова и изображения, оно всегда немножко менялось. Мне может быть ближе не описательное соотношение, где есть какой-то комментарий или иллюстрация, иллюстрация к слову в виде изображения или вот какое-то прямое подчинение одного другому, а столкновение двух разных типов нарратива, зрительного, визуального и текстового. В этом смысле мне очень любит Заблия Кабаков, когда он в свои большие картины, инсталляции, включает тексты, которые, может быть, прямого отношения не имеют к тому, что внутри изображено. Появляется напряжение между одним и другим. У меня может быть еще более сильный разрыв между одним и другим. В моей выставке эти светящиеся надписи, они еще более агрессивны, чем тексты, которые можно было бы увидеть внутри картины. Может быть, есть какие-то еще художники, которые важнее для тебя? Ну, может быть, какие-то ориентиры в таком огромном мире из пустота. Ну, конечно, очень важна концептуальная традиция. Для меня очень важен Эрик Пулатов, например, и его поздний советский период работы, 80-х годов. Для меня очень важна при этом, например, совершенно другая традиция, традиция Михаила Рогинского, работы, которую он писал, находясь в Критей, про советское время. Он уехал из Советского Союза, но вспоминал его, находясь в пригороде Палижа, и он получился очень убедительным. Может быть, более убедительным, чем это можно было бы сделать, находясь на родине. Для меня очень важен древним. Всегда был и остается его пейзажем, в которых есть какая-то удивительная острота. Павел, расскажи, как менялась формула твоих работ по зрению именно пластическое выражение. Ну, конечно, я не всегда мыслил большими выставками и проектами. Я писал просто картины. Картины как нечто самодостаточное, картины как какой-то большой образ, загорательный образ. Конечно, все сильно поменялось в последние, наверное, лет 10. Для меня больше стала важна сама ситуация, с которой зрители сталкиваются с моей работой. Мне кажется, художник должен еще и создать некую ситуацию встречи со своей картиной. Не только создать нечто, а еще и придумать, как произойдет встреча с новым произведением. То есть какая-то кураторская задача, работа с пространством галереи? Да, работа с пространством, работа с тем, что за пределами живописной поверхности, за пределами какого-то объекта. Мне это стало интереснее, не менее увлекательно, чем просто делать что-то в ограниченной прямой угольной. Сегодня картин уже недостаточно? Вообще, это немножко странный медиум картина. Про время и про протяженность, она создается долго. И картина, она заставляет на себя смотреть очень долго. Это такой очень странный медиум, который перекочет вам из прошлых эпох. Оброс много чем, какими-то смыслами. Много раз становился неактуальным, сбрасывался из корабля современности. Но, тем не менее, в каких-то своих формах жив. И может внести какую-то недоступную другим медиафункцию. Вообще, это очень странный формат прямоугольника для картины. Здание в форме прямоугольника вообще, в принципе, это восприятие всего мира как что-то такое параллельное, преведикулярное. Ну, экрана. Сейчас вы видите меня на экране, который тоже, скорее всего, прямоугольник. Почему-то это не круг, не волшебное зеркальце, не овал. Я уверен, что вы все смотрите на меня в прямоугольнике. И сейчас я выйду из экрана. Готовьте. Ты сразу придумываешь свое произведение? В сознании есть готовый образ? Или, может, в процессе создания что-то меняется? Конечно, все меняется. В этом интерес. Интерес, что что-то прорастает и обрастает какими-то новыми деталями, подробностями, как-то меняется. Было бы, наверное, скучно просто что-то разум придумать и потратить время на осуществление этого. Потому что есть такая вещь, как сопротивление материала. Это не только внутри работы над картиной, но и внутри работы над проектом. Это тоже сопротивление материала. Какие-то вещи просто невозможно сделать. А какие-то, наоборот, вдруг оказывается, есть новые возможности, о которых раньше не задумывалось. И постепенно нечто формируется, что потом становится проектом. И наблюдать за этим изнутри, наверное, даже интереснее, чем со стороны. Сейчас в Триумфе очень цельный проект высказывания. Может быть, он более реалистичен, чем мир, с которым мы взаимодействуем. Тут как будто нет лишних слов. Может быть, ты отказался от каких-то средств выражения в своем творчестве, чтобы прийти к сегодняшнему лаконизму? Наверное, я от чего-то отказался. Отказываюсь от числой фотографичности в живописных работах, от перечисления. И при этом я отказался от живописи, которая просто становится таким самодостаточным медиа, который перетягивает все внимание на себя. Долгое время, пока я научился, считалось, что живописи – это нечто самодостаточное. Раскрики, движения по поверхности, следы, которые художник оставляет. Какие-то оттенки, нагруженность холста – это все представляет собой ценность. Это все самоценно. Я думаю, что я от этого постепенно и в какой-то мере отказался. Хотя живописи для меня очень важны. Я считаю, что это очень интересный и важный медиа. Что самое интересное сейчас для тебя? Что новое ты нашел для себя в последних работах? Что думаешь использовать в будущем? Для меня было открытием в проекте «Промзона», который я сделал в 2015 году, в музее современного искусства. В этом проекте для меня было открытием возможность некомментирующего соседства живописи и детекста, возможность конфликта между одним и другим, и возможность создания не одной точки зрения, а множества разных подходов, множества разных взглядов, создания такой вот реальности, в которую можно заглянуть с разных точек зрения под разным углом и через разные вещи. Мне кажется, это может быть очень интересно. Отчасти я воспользовался этим. И здесь, на этой выставке, вот здесь есть, помимо картин и текстов, есть фотографии, в которых я помещаю эти светящиеся буквы. Таким образом я завершаю цифры, в которых, взмышляя об этих комментариях, я их помещаю обратно в те пейзажи, которые они описывают. Сильное впечатление производит твоя видеоработа «Молитва». Скажи немного о ней. Спасибо. «Молитва» — это видео, которое я снял в митинге. Там был активист, который противостоял в застройке поймы Америки Сходня. Сначала он выкопал огромную надпись на землю, восьмиметровыми буквами написал «Путин, помоги Сходня». Но не прошло, наверное, и года, как на месте этой надписи появился жилой комплекс. И, видимо, разочаровавшись в адресате, Андрей Феменченко выкопал новую надпись такими же гигантскими буквами. Но она уже обращалась в другую инстанцию «Господи, помоги России». Но она, вроде бы, пока существует до сих пор. Мне кажется, это очень красиво, потому что как будто бы эти слова говорится на землях. Как будто бы у этих слов нет авторов. И вообще, это анонимное ковырение, мне кажется, очень интересно, потому что это практически фольклор и комментарии, которые можно найти в соцсетях и мемы, и просто вывески, которые мы видим вокруг, кто их автор, от чего им не сказан шиномонтаж. Это анонимное высказывание, которое, может быть, принадлежит коллективному, несознательному или, может быть, самим этим плязажам, которые нас окружают. Ну, как и вот эта надпись. Хотя я знаю автора человека, который его выкопал, но он тоже, может быть, был только исполнителем. Ну да, она очень органично смотрится, как будто там всегда была. А как ты думаешь, есть какой-то следующий адресат? Сначала был Путин, потом Господи. Есть какое-то продолжение у этого? Я не думаю. Я думаю, что все это уже конечная точка. Дальше мне некому обращаться. Что ты думаешь о реализме в искусстве сегодня, в 2021 году? Это такая обширная тема. Я написал целую статью для художественного журнала о том, каким может быть реализм сегодня и вообще может ли он быть сегодня. Это была тема журнала «Реализм». Что это такое в 21 веке? Тема действительно очень сложная и непростая. Во-первых, просто потому, что этому термину «Реализм» уже больше 150 лет был придуман Юстов Курбе. Но если вкратце, то в моей статье для журнала я обращаюсь к его изначальной идее. Что такое был реализм для Курбе? Для него это был отказ от идеала и от идеализации. Противоставление реального, простого, того, что можно увидеть, тому, что он считал абстракцией до того, как появился абстракционизм. И, естественно, абстракцией он считал Мадонну, Ангелов и религиозное искусство. И сейчас, конечно же, мы не можем говорить не только о реализме, как об этом говорил Курбе, но даже и о реальности. Потому что никакой согласованной и объективной реальности для всех, конечно же, нет. Есть много разных реальностей, которые пересекаются и накладываются друг на друга. Если что-то и называть реализмом, то именно это пересечение и накладывание одного на другого, а наложение каких-то разных схем, разных контуров и разных идей. И мы не можем сегодня, как Курбе в XIX веке, заявить о себя свободными от идеологии. Мы понимаем, что мы все равно так или иначе оказываемся внутри идеологии. Как бы мы ни пытались от этого дистанцироваться и что бы мы ни говорили. У нас сегодня не может быть такой иллюзии. Я думаю, это все понимают. Но при этом, если мы совмещаем несколько разных точек зрения, несколько разных взглядов, то появляется некая возможность увидеть что-то за этим, увидеть какие-то общие контуры или увидеть что-то поступающее в этих совмещениях. Павел, а ты всегда уверен в той реальности, с которой взаимодействуешь, что этот мир реален? Нет у тебя такого ощущения, что это фильм или что-то подобное? Ну так это же совершенно разная реальность. Реальность соцсетей, реальность пейзажей, которые видишь, выходя из дома, реальность пейзажей, которые видишь через Яндекс.Панораму и Google Street View. Это может быть еще одна реальность. Они разные. Они разные. Многое зависит от точки зрения того, кто смотрит, кто говорит. Это, конечно, первый вопрос. Кто говорит, почему он это говорит, который, может быть, тогда не ставил в 19 веке Кунбэр. Сегодня мы не можем его не ставить. Вот машина Яндекс.Панорама, которая проехала по городам и весит, у нее же нет какого-то автора или изначальной идеи, кроме идеи охватить все, что можно охватить, снять все, что можно снять. То есть там нет какой-то режиссура, нет выбора точки взгляда, нет, в конце концов, идеологии, которая заставила посмотреть на окружающее пространство так или иначе. Поэтому я обращаюсь к этому незабуденному, так сказать, взгляду для того, чтобы самому еще раз посмотреть на окружающий пейзаж. Тем не менее, я отдаю себе отчет, что самый выбор того или иного пейзажа, то ли иной локации, это все равно выбор идеологический, так или иначе. Я не очень согласен, что это не идеология охватить все и все увидеть и все снять на камеру. Это может быть как раз современная идеология более сильная, чем какая-то политическая. Охватить видеосъемкой все всех. Ну, конечно, знаете, есть идея все снять, за всем проследить, все сделать доступно виртуально. Но, в самом взгляде, эта камера, которая едет, вращается и в ее поле зрения попадает все, что попадает, просто потому, что именно в этот момент машина оказалась вот на этой улице, рядом с этим гаражом или где-то еще. У нее нет идеологии, она свободна от этого. Это просто механизм, которым управляет водитель. водитель, который ведет машину, это не то же самое, что человек с фотоаппаратом, который поднимает камеру. Водитель просто едет по сетке улиц, которая у него есть перед ним. Конечно, где-то дальше, где-то на уровне владельцев этих ресурсов есть какая-то идеология или желание все оцифровать и еще что-то. Но, по крайней мере, на уровне вот этой сценки этого нет. Кто из современных художников вдохновляет, может быть, три-четыре именина? Ну, например, мне очень вдохновляет эта работа с таким негативом дома для рабочих в Англии, который сделала Рэйчел Вайдрид, британская художница. И как бы содержание, внутреннее содержание этого дома, которое она сделала, как большую бетонную скульптуру. Мне очень нравился Сипрен Гояр художник моего поколения, может быть, пару лет мне старше. Нравится тем, что он пытается размышлять о каких-то больших темах и делает это очень просто и элегантно. Один из моих любимых художников Джарми Дейлер, тоже британский. Он немножко краевед, немножко историк, реконструктор, делает очень интересные работы, очень интересные ренахменты. Например, вот Ренахменты, битву при Огриве, посвященной стачкам, которые происходили в начале 80-х годов в очень городах, в очень районах. Он сделан инактменты для того, чтобы осмыслить недавно историческое прошлое, осмыслить вместе с участниками тех событий, тех, кто действительно участвовал в этих стачках, что такое было. Как мы можем к этому относиться? Он собирает заводской фольклор, создает возможности для, например, рабочих ансамблей. Они выступают вместе со звездами, выступают на стадионах. Художник совершенно такого нового типа, может быть, социальный, художник, обращенный к теме социальных, к теме истории, работающий с этим совершенно по-новому. Что такое современное искусство для тебя? Какие у него отличительные черты? Как можно распознать его? По умолчанию, я думаю, что современное искусство, оно критично. Критично? Да, критично. А в каком смысле? Практически любого. Критично к самому себе. Есть такая категория рефлексия. Это художник, который размышляет о том, почему именно он это делает, почему он делает именно так, почему он выбирает эту тему, как он сам соотносит себя с тем, что он делает. Это не просто какой-то продолжатель традиции или человек, который выбрал какой-то путь, а человек, который все время ставит себя под вопрос, себя относительно своего произведения и того, что он делает. Уже в этом есть некая критичность. Но и, конечно, критичность по отношению к тому, что окружает, к тем проблемам, к которым обращается искусство, к тому, что является его темой. Но это можно сказать про искусство вообще, а именно современное искусство что отличает? Про искусство вообще это нельзя сказать. Сложно об этом говорить в каких-то таких обобщенных категориях. Ну, примерно так, очень обобщенно, может быть, искусство, как трансляция какой-то идеи, художник что-то выражает, выражение какой-то идеи. Я думаю, что это не современное искусство. Искусство, как просто создание чего-то прекрасного, чего-то, что радует глаз и дает наслаждение. Натронное на эстетическое, да. Я думаю, что это не современное искусство. Искусство, которое ставит что-то под вопрос, я думаю, что это современное искусство. То есть, есть какая-то неопределенность всегда в этом? Искусство, он задает вопрос, а не отвечает? Во-первых, стоит вопрос. Искусство, которое отвечает, это не современное искусство. Это пропаганда, это что-то литературное. Да, да, это я думаю, что такое можно сказать. Искусство 19-го века, оно отвечает передвижникам, искусство передвижников. Сократ же задавал вопрос, да, а не отвечал. Он занимался искусством, наверное, получается. Я думаю, да. Как думаешь, как искусство будет развиваться в ближайшие годы? В нём будут принимать больше участие зрители. Зрители тоже будут со-художниками, соавторами произведений. Чем дальше, тем больше. Пример таких художников, как Кристина Курбиш, немецкая художница, которая сделала специальные наушники, которые переводили разные электромагнитные клоны в слух. Люди ходили с этими наушниками по разным городам, по разным локациям и рисовали свои карты. Что им показалось наиболее интересным? Те звуки, которые привыкли их наибольшее внимание. Какие-то звуковые карты разных городов. Мне кажется, что у такого искусства есть очень большое будущее. Тем более, с развитием разных технологий, с развитием VR-технологий. Я думаю, что VR-искусство — это искусство ближайшего будущего мира. Где будет дополнена реальность, где произведение искусства не базируется, может быть, где-то в галерее или в музее оно заполняет собой. В VR-пространство большого города можно просто увидеть разные варианты реальности, дополненные разными художниками. Естественно, это будет, может быть, не 3D, может быть, это просто будут какие-то текстовые вещи, может быть, чисто живописные, но кто знает. Расскажи немного о галерее «Триумф», пространстве и роли на российской арт-сцене. Какие задачи решает подобная институция? Этот вопрос, наверное, нужно переадресовать к владельцам и галеристам. Но я, как художник галереи, могу сказать, что это немножко больше, чем просто галереи, потому что они занимаются разными посетительскими проектами. Есть проект привозные, например, проект extension, потом две буквы, две какие-то буквы, которые обозначают разные страны, разные места, откуда перевезли искусство. Для того, чтобы просто показать какой-то срез, срез искусства в том или ином регионе. Есть программа «Департментов и все же арт. Исследовательское искусство», посвященная разным территориям и в том числе и местам. Я даже участвовал в этой программе с двумя выставками. Обе были в Казани. Галерея «Триумф» делает много музейных выставок, поддерживает художников с музеевными выставками, участвует в международных ярмарках, может быть, не так часто, как бы хотелось. В общем, у нее больше, может быть, спектр задач, чем у какой-то простой среднестатистической галереи. Я думаю, что какая может быть среднестатистическая галерея? Уже та галерея, которая просуществовала больше пяти лет в России, это уже, мне кажется, героическая галерея. Это поступок и это не подвиг, но что-то очень значительное. А «Триумф» очень долгое время является таким центром притяжения. Много интереснейших выставок не только здесь, в глимфовом пространстве, но и в разных других местах. Да, то, о чем ты рассказывал, это, в принципе, те задачи, которые решают музеи часто. Просветительские, возить каких-то художников интересных из-за рубежа, это очень важно. Ну, а потом она по-своему уникальна эта галерея, потому что какая еще галерея к каждой выставке делает полноценный каталог работ тиражом пятьсот эксцентляров. То есть в России, по крайней мере, в России галереи очень мало, серьезных, хороших галерей, у которых есть международные программы, которые что-то значат для художной жизни. Что ты планируешь создавать дальше? У тебя, может быть, есть какой-то проект, что ты можешь уже рассказать? Ну, вот меня пригласили участвовать в специальном проекте Уральско-индустриальной биеннале. Что-то я обязательно покажу в рамках вот этой прекраснейшей Уральской биеннале. Поэтому приглашаю всех следить за тем, что происходит за всеми левингами, мастер-классами, арт-истоками всей программы, которая уже началась уже сейчас. И, конечно, обязательно приехать на Уральскую биеннале и поездить по разным городам, где должен быть и мой проект. Есть какой-то вопрос, который тебя интересует сейчас как художника, как человек? Может быть, тот, на который у тебя нет ответа? Масса вопросов. Не то, что такое мнение, что такое коллективные сущности, как они вообще живут? Как формируются какие-то идеи? Почему они вдруг произносятся разными людьми? И как возникают вот эти эффекты комьюнити? Как это вот устраивается? Это, может быть, меня больше интересует даже не как художника, а просто по-человечески, как-то с философской точки зрения. Потому что я не очень понимаю, как все это происходит. Вроде бы есть соцсети, которые сейчас могут появить этот феномен, как у людей формируется какое-то общее мнение, как они начинают чувствовать себя частью сообщества. А при этом для меня это загадка. Я понимаю, что человек это социальное животное, вообще социальное судье, но в какой мере у него может быть какое-то свое мнение, или в какой мере он может устраниться от этого коллективного или стать выразителем чего-то собственного? И есть ли он это собственное, а не он этого коллективного? У него это вопросы, которые вам интересны? Ну и чем больше человек находится в соцсетях, тем меньше он находится в реальной жизни, у него уже есть какой-то ограниченный ресурс. Возможно, у тебя другое соотношение, поэтому тебе сложно понять. Новое поколение, оно больше живет в этом виртуальном мире, поэтому тебе так интересно будущее, переход в будущее. Ну виртуально, но это тоже реальный мир, в котором есть отношения, в котором есть мнения, идеи. Мир состоит не только из травы, асфальта, бетона, воздуха вокруг деревьев, чего-то еще. Да, это мир идей, мир мыслей, мир шаблонов восприятия, через которые мы рассмотрим на окружающую действительность. Да и, может быть, задача художника – это сломать эти шаблоны восприятия для того, чтобы иметь возможность посмотреть на это, как в первый раз. У Виктора Житловского есть такой очень хороший термин – «остранение» – это как раз основы привычных шаблонов восприятия, а возможность на что-то посмотреть, как в первый раз, возможность что-то увидеть. Не предъявлять, что это значит, не предъявлять какие-то смыслы, и не уходить в какие-то объяснения, а именно явить что-то, дать посмотреть на это, как будто бы мы на это смотрели впервые. Вот, может быть, художник – это человек, который призван взломать эти шаблоны. Дать возможность посмотреть на что-то в чистом виде, без какого-то комментария, то есть понять что-то самому, зрителю. Вот этот вопрос – можно ли вообще посмотреть на что-то в чистом виде? Есть ли что-то в чистом виде или нет? Я, кстати, не уверен, потому что есть что-то такое, какой-то мир, даже мир идеи или мир чего-то, что существует в чистом виде. Нет, конечно. Для того, чтобы на что-то посмотреть, нужно еще одну точку зрения. Нужно посмотреть на себя смотрящего или на себя говорящего. Нужно посмотреть чьими-то другими глазами. Может быть, ни одного, через несколько точек зрения. Только так можно увидеть. Но это тоже будет не истинное зрение, естественно. Просто здесь у нас есть еще какие-то дополнительно опорные точки для того, чтобы на что-то посмотреть. Достаточное количество информации, когда есть три точки зрения, для того, чтобы воспринять объем какого-то смысла? Ну, психологически достаточно, но фактически, может быть, это недостаточно. Достаточно человеку, который воспользоваться ими? Психологически, да. Для того, чтобы просто чувствовать некую убедительность подачи материала. Вот даже если посмотреть, как, например, подаются информации с каким-то официальным медиа, то они же показывают какие-то еще дополнительно точки зрения, как, например, на это смотрит условный, там, вот какой-то человек. Вот дают слово тому, кто оппонент. Но слово оппонент звучит всегда неубедительно, он всегда проигрывает. И у человека, который выслушал разные точки зрения, у него складывается впечатление, что он сам принимает решения, он сам сейчас обладает полнотой информации, обладает всеми возможными точками зрения и выбирает правильную точку зрения, но забывает о том, что это манипуляция. Да, их, ну, как правило, да, их как раз три каких-то разных точки зрения. Какая-то радикальная в одну сторону, радикальная в другую, и какая-то средняя, которая, как бы, предполагается, что зритель примет как единственно верную. Я думаю, что такая манипуляция, которой пользуются вот современные СМИ и пользуются очень успешно. Спасибо, Павел. Владимир Пеш. Приглашаю всех зрителей на мою выставку, которая продлится, еще раз повторяю, до 14 марта.